Друзья, более 180 участников, отличный турнир, отличные мероприятия, впереди много нового интересного, любой желающий может сегодня прокатиться на шаре. Друзья, более 180 участников, отличный турнир, отличный Приветствую вас, дорогие друзья, и это снова Рыболаз. Рыболаз, который проходит на Зарайской земле второй раз, это ежегодный турнир уже. Этот турнир называется Ледниковый период 2, и вместе с нами руководитель клуба ВПР и один из главных организаторов турниров Рыболаз и вообще всяких рыболовных мероприятий Деев Марат, привет Марат. Здорово Лёв. Марат, ну давай прям самое интересное, побили прошлогодний рекорд? Да, Лёв, побили. В тот году было 121, уже 181 или 182, но там он еще и еще люди регистрируются, 182 участника, даже может быть уже даже и больше, пока мы записываем этот ролик. А вот так вот растут турниры, вот так растут мероприятия. Ближайший анонс расскажите, что ожидать-то вообще? Все ближайшие анонсы смотрите на нашем новом портале рыболов.ру. Рыболов.ру. Ребята развиваются, растут, и это здорово. Так, ну и что-то может еще добавить от себя? А что добавить, Лёв, как всегда, знаешь, что хочу сказать? Ну-ка. Это клево. Класс. А Лёхи нету, Лёха в кроссовках на лед не выходит, поэтому сейчас интервью у нашего еще одного почетного гостя, у чемпиона мира по донной ловле Ильи Калачева возьму я. Илья, привет. Привет, Сэр. Как тебе здесь вообще? Далековато, а так все хорошо. Скажи, пожалуйста, у меня главный вопрос. Мы, конечно, и понимаем, что рыбалка это универсальный вид спорта. Ты у нас донщик, ты у нас чемпион мира. Как ты вообще к зимней? Почему? Как это образ жизни? Зимой и летом надо ловить рыбу. Ну, летом надо ловить летнюю, а зимой и зимнюю. Я понял прекрасно. И у меня один последний вопрос, чтобы я тебя не задерживал, так как ты у нас участник соревнований. Да. Я готов пойти уже на взвешивание. Вот это первое взвешивание. Первый улов, первый приз, все понятно. Илюш, ни хвоста, ни чешуи тебе? Вот туда, да. Да, мы туда, да, туда, к нему, к водяному. И ни фига ты не в ботинках дело. Просто за буром ходил. Дорогие друзья, сегодня у нас много почетных гостей, и один из них, чемпион мира по спиннинговой ловле с берега, Сергей Жданов. Привет. Серега, долго отвлекать не буду, у меня к тебе самый большой вопрос. И, наверное, самый главный. Что чемпион мира по спиннингу забыл на зимней рыбалке? Ну, здесь что главное? Спиннинг – это хищник. Зимняя рыбалка ни в коем случае эту дисциплину не исключает. В том числе, в частности, у меня, скажем так, в моей карьере, был момент, я был чемпионом России по ловле со льда на блесну. Друзья, вы слышали? У нас сегодня просто одни чемпионы. Это так круто. Я обязательно всем скажу на награждение, какие люди у нас сегодня присутствуют. Ну что, дорогие друзья, сейчас по нашей просьбе чемпион мира по спиннинговой ловле и чемпион России по ловле рыбы со льда на блесну будет тестировать наш замечательный бур российского производства. Нифига себе. Вот так вот. Бурит, и это главное, да? Вот. Ну, может быть, пару слов буквально. Ну, бур, на мой взгляд, достойный. То есть, он легкий. Скажем так, в конструкции видно, что у него пластиковый шнек, лед не налипает. Но, на данный момент, единственный-единственный минус, то, что я вижу у него в конструкции три ножа. Это все шикарно. Бурит он вообще великолепно. Но, скажем так, в данной ситуации сейчас немножко отепель и подо льдом вода, лед мокрый. Он очень сильно в него вгрызается. И из-за этого немножко некие трудности возникают. Но вот по сухому льду, думаю, будет вообще шикарно бурить. Отлично. Еще раз спасибо большое. Пойдем дальше. Ну что, дорогие друзья, наконец-то мы добрались до нашего главного гостя. Это Станислав Посланчик, двукратный чемпион мира по ловле, по спортивной ловле рыбы со льда. Как-то очень все сложно. Привет. Привет. Слушай, ну, конечно же, первый вопрос, наверное, который интересует большинство людей, которые следят за тобой как за спортсменом, как за человеком, как за известной личностью. Как все-таки стать чемпионом мира? Упорные тренировки. Упорные тренировки. Больше думать, больше задавать вопросов. Наверное, в первую очередь самому себе по рыбалке. Что происходит? Ты принимаешь какие-то действия, там, докормил, не докормил, как это влияет на процесс. Пытаться понять, что же там происходит подо льдом. Наверное, это все-таки первостепенно. Друзья, вот тут бьется рыбка. Вот я ее отсюда вижу, здесь уже ее немало, хочу вам сказать. Ну и раз задавать вопросы, вот, единственный вопрос не себе буду задавать, а тебе. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще рыбалка здесь, как тебе турнир сам? Ну, рыбалка интересная, выдаем очень большой. Люди вот поленились, там, спустились, сели пучкой. А акватория не охвачена еще там, не хватает глаза. Вот, то есть есть где разбежаться отлично. Есть рыба, рыбы много, рыба разная. То есть я вот поймал сейчас окунька, латвийчик, красноперка клюет. Даже обрыв поимел, ну, кто-то либо крупная красноперка, либо подъездок прицепился. То есть рыбалка очень интересная. Что-то клюет. Вот. Организация, организация на высоком уровне. Ну, во-первых, собрать такое количество людей, это уже большая работа. А организовать такую толпу, да, чтобы как-то не было бардака стада, чтобы все дисциплинированно выходили на лед. То есть была проверка ящиков, там, на наличие рыбы, там, и так далее. Ну, очень здорово все на высоком уровне. Можно проводить реально всероссийские соревнования. Вот так вот, друзья, к этому, наверное, придем когда-нибудь. А пока мы болтаем, вот так вот работает чемпион мира. Понимаете? Вот задавайте вопросы себе, отвечайте на вопросы других, и будет у вас рыбка клевать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Сейчас уточним у него Я поздравляю вас Спасибо Александр, вы настоящий молодец Хочу спросить, насколько доволен результат на сегодняшнем? Полностью доволен, ожидал этого Готовились, ездили на тренировку Были во все рожи А вы принимаете участие только в наших соревнованиях или какие-то еще? Да, только в ваши Вот так, друзья, человек ради соревнований рыболов Ездит на тренировки, готовится Потому что он выиграл в прошлом году Что выиграли в прошлом году? Лодочный мотор Друзья, лодочный мотор от компании ZPP Parus Вот так, приезжайте к нам на соревнования, побеждайте Получайте призы и подарки Это просто круто Я вас еще раз поздравляю Вы настоящий молодец, до новых встреч Обязательно Итак, друзья, рядом с нами Человек, который занял сегодня четвертое место Батыгин Дмитрий Дмитрий, скажите, довольны результатом? Полностью А первый раз принимаете участие на соревнования? Второй Уже второй, а первый раз тоже у нас были? С вами был Ледниковый период Вот так, друзья Вторые соревнования, второй Ледниковый период Вот такие результаты Приедете еще? Обязательно У нас много номинаций И одна из них Это самый большой трофей турнира И победитель его рядом с нами Я вас поздравляю И хочу у вас спросить Как вам турнир вообще? Отлично Первый раз у нас? Первый раз Еще приедете? Да Вот так Все хотят к нам еще раз приехать Всегда вернуться назад Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok